МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Россия программа «Свое дело» о тех, кто уже сделал первые шаги в малом или среднем бизнесе, и тех, кто только мечтает открыть дело свое. В Абакане в помощь этой категории принята специальная программа по нескольким направлениям. Сегодня мы расскажем о субсидиях, которые выдавались в прошлом году, и грантах, что можно получить сегодня, а также о людях, которые воспользовались муниципальной поддержкой, чтобы решить проблемы развития своего предприятия. Бизнес Константина Решетникова вырос из хобби. Рассказывает, с детства занимался в Абаканском спелеоклубе, бывал практически во всех пещерах Хакасии, во многих Красноярского края, вот и решил устроиться промышленным альпинистом. Поработал на хозяина, надоело. Два года назад дело открыл свое. Работаешь сам, надеешься сам на себя, и за все отвечаешь сам, в принципе. То есть это, с одной стороны, сложнее, но гораздо интереснее. Слово «интерес» для Константина – главная движущая сила. Даже заказы начинающий предприниматель старается выбирать только интересные. За ремонт домов берется неохотно, зато монтаж разной сложности – «пожалуйста, всегда». Рекламные конструкции, водостойки, кровля – в общем, где требуются альпинистские навыки. Обучиться может любой. А вот работать уже не факт. То есть, ну, во-первых, это физически сложная работа. То есть, периодически приходится вот… Здесь мы будем спускаться с крыши вниз. Периодически приходится, чтобы добраться до места работы, это надо подняться наверх по веревке. То есть, снизу вверх. И в принципе, ну, не каждый сможет просто. Ну, и главное здесь – терпение, то есть, терпение и внимательность. Ведь работа опасная, малейшая ошибка может стоить жизни. Поэтому каждый этап приходится продумывать до мелочей, следить за состоянием снаряжения, соблюдать технику безопасности. Ну, точка крепления должна выдерживать тонну 200, примерно. То есть, мы всегда точку крепления дублируем. То есть, можно посмотреть, что веревка, одна веревка крепится к двум точкам. То есть, получается, человек висит на двух веревках, которые каждая закреплена к двум точкам крепления. На каждый перегиб должен быть на веревке одет протектор. То есть, специальная защита, чтобы веревка не претерялась об острый угол. Кстати, и веревки нужны особые, на разрыв выдерживающие 3,5 тонны. Стоимость вот этой, тысяч 6, требуется 2, не меньше. Плюс оборудование 15 тысяч перфоратор, 10 шуруповерт, компрессор 30. В общем, даже начальный капитал потребовался солидный. Пришлось за помощью обратиться в муниципальный фонд развития предпринимательства, оформить документы, получить субсидию 85 тысяч половину затрат. Это дело понравилось. То есть, некоторые инструменты, все равно смотришь на инструмент и понимаешь, что сейчас он пока тебе недоступен. То есть, с программой субсидирования, конечно, можно уже заниматься, к примеру, хотим заниматься покраской. Там уже оборудование гораздо дороже. То есть, около 200-250 тысяч стоит один аппарат. То есть, там уже, думаю, без субсидий будет сложно. То есть, либо кредит, либо субсидия. В прошлом году субсидию смог получить 31 начинающий предприниматель. В этом направлении решили закрыть. Зато в соответствии с республиканской программой появилась новая поддержка грантовая. Она предусматривает безвозмездную помощь грантовую в размере 300 тысяч рублей максимальной. Это 80% затрат по бизнес-плану, который они предоставляют на инвестиционный проект. Программа, которая у нас завершила действие в 2012 году, она предусматривала субсидии начинающим предпринимателям в размере не более 100 тысяч. То есть, 50% затрат по вашему бизнес-плану, но вот не более 100 тысяч. То есть, произошло увеличение суммы. Они ее реализовывают. И развивается бизнес, естественно, гораздо крепче и быстрее, вот при такой поддержке со стороны города Абакана, со стороны администрации. 9 грантов на общую сумму около 2 миллионов уже получены. Павел Гизатулин пока не в списке тех счастливчиков, однако всерьез обдумывает варианты. Всего полтора года его компания Промтек на республиканском рынке, но поддержку на разные бизнес-проекты получала уже несколько раз. Сначала сам генеральный директор 58 тысяч на открытие предприятия вспоминает. Закончил сельхозтехникум по специальности электрификация. Работал по профессии таксистом, высотников. Когда совсем приезжал, а стал безработным, решил организовать дело свое. Мониторили рынок, мониторили интернет, искали бизнес, чем заняться, чем спросом. Либо гвозди, либо перчатки. Вот остановились на перчатках, так как спросом пользуются. И на нашем рынке в то время производителей практически не было. Вот именно на республиканском рынке. Были все завозные перчатки, местного продукта не было. Вот решили предложить. Поскребли по сусекам какие-то свои деньги, попросили у города, у бюджета. Купили два станка, потом еще четыре сейчас. Единиц техники – 16. Часть затрат на оборудование возместили республиканские и муниципальные бюджеты. Режим предприятия круглосуточный. На выходе 18 видов перчаток. Топчатобумажные, разных расцветок, толщины, предназначения. Зимние, двойные, полушерстяные. Производство рассчитано на 75 тысяч в месяц. Но, по крайней мере, сейчас на складе продукции нет. Таким образом. Все расходится по автовикам. Такое производство, как вы понимаете, спросом, если пользуются, будем расширяться дальше. Но своих возможностей, если хватит, то хватит. А если не хватит, то будем просить помощи. По-другому никак. Сегодня Муниципальный фонд развития предпринимательства предлагает выбрать одно из трех направлений городской программы. Тем, кто взял кредит или подписал договор финансовой аренды, субсидируется часть процентной ставки. Кто реализует мероприятие по энергосбережению или присоединяет к электросетям, город тоже покрывает часть затрат. Ну а для начинающих предусмотрен солидный грант – 300 тысяч. Если бизнес-план будет одобрен инвестиционным советом Абакана. Вот 300-350 человек в год обращаются. У нас есть журнал, в котором мы регистрируем обращение граждан. Некоторые обращаются за какой-то реальной поддержкой уже. Некоторые просто консультируются. То есть объясняем, как начать собственное дело. Какие нужно шаги сделать. Сколько это стоит. Какая система налогообложения будет для него наиболее приемлемая. Какие выплаты ему придется сделать. То есть все, что его ожидает, как предпринимателя, мы ему можем здесь рассказать и объяснить. Ежегодно шаг навстречу успеху делают около 350 абаканцев. Получается не у всех, но вдруг рискните. И Муниципальный фонд развития предпринимательства поможет сделать успешным ваш бизнес. В отношении бизнес-идеи интернет просто кладе. Здесь можно найти самые невероятные предложения, информацию для размышлений и готовые проекты. Вот лишь один из них, требующий минимальных затрат. Художественные работы в технике Эбру, турецкой национальной технике рисования. Этакие мини-картинки сейчас расходятся, как горячие пирожки. Почему? На пике моды. Ведь интерьерные фенечки могут концептуально обновить поднадоевшую обстановку квартиры или дома. К тому же написать приличную, даже весьма загадочную картину может даже профан в живописи и рисунке. Техника проста. Кистью по воде с последующим промакиванием из рисованной водной глади бумагой для рисования. Все артподробности есть в интернете. Я же представив вам нового модного гостя арт-салонов, считаю миссию выполненной. Подумайте, может есть другие варианты открыть свое собственное дело. И смотрите нашу программу с одноименным названием «Каждую субботу» на канале «Россия-1». На этом сегодня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»